В Черкесске прошло заседание общественного совета при МВД Покращао-Черкесии, которое проводится в плановом порядке на основании указа президента России. В его работе принял участие министр внутренних дел республики Олег Мальцев. На повестку дня было вынесено пять вопросов. Подробности расскажет Мурат Женкёзов. Заседания общественного совета начались с приятного. Благодарственным письмом наградил министр внутренних дел жительницу Ставропольского окрая Анну Козлову, которая помогла мужчине, потерявшему память, найти путь домой. Я ехала из Ставрополя в Черкесск и на маршрутке городской нашла этого мужчину. Точнее, уточняла, как доехать до Черкеска. А так как я ехала на машине, в итоге я ему предложила поехать со мной. На что он согласился, и по дороге мы разговаривали. И оказалось, что он не знает, куда едет, он знает, что ему надо в Джигуту, а куда именно он не знает. И я поняла, что нужно что-то делать, и обратилась во все паблики нашего города, края, и в том числе поисково-спасательный отряд. На заседании рассмотрели пять вопросов. О проделанной работе за минувший год был показан подробный видеоотчет. От себя лично, от имени Министерства внутренних дел, хочу поблагодарить вас всех за проделанную работу. И вместе с тем попросить вас о том, чтобы вы те темпы, которые набрали, не снижали, а только наращивали их. Говоря о деятельности поисково-спасательного отряда добровольцев Карачаева-Черкесии, было отмечено, что волонтеры приняли участие в около 200 поисково-спасательных работах, в том числе за пределами республики. Участники заседания обсудили вопросы взаимодействия общественного совета с органами государственной власти, подвели итоги работы по противодействию коррупции, согласовали даты проверок изолятора временного содержания в Черкесии, также рассмотрели предложения по проведению новогодней акции «Полицейский Дед Мороз» и «Помоги мечте сбыться». Мурат Ченкиозов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаеве-Черкесия.